Все, о чем мы собираемся рассказать вам в этом видео, будет на самом деле в действительности. Это не хроника и не протокол. В этом видео вы увидите историю, участником которой вы можете стать сами. Вы увидите чувства, мысли и эмоции людей, которые будут путешествовать вместе с вами. Вы увидите события, которые впоследствии будут принадлежать вашей семейной истории. В декабре 2017 года компания «Дом в дорогу» пригласила владельцев прицепов и автодомов «Хобби» принять участие в необычном путешествии. О том, что дома на колесах «Хобби», оборудованы всем необходимым для путешествий зимой, знали все. Но как это происходит на практике, было неведомо никому. Мы решили организовать путешествие зимой за полярный круг и показать, как работают системы отопления и жизнеобеспечения в условиях арктических морозов. Как буксировать тяжелые прицепы по гололеду. Нам было очень интересно попасть в зимнюю сказку со своими уютными теплыми домами, которые мы взяли с собой в наше путешествие. Наш арктический караванинг с прицепами и автодомами «Хобби» превзошел все наши ожидания. Эмоции от невероятной зимней сказки, в которой мы побывали благодаря нашим автодомам, переполняли нас и наших детей. Но самое главное, что мы поняли, дома на колесах «Хобби» открыли для нас невероятные возможности свободы путешествий не только летом, но и зимой. А особенно зимой в России. Если правильно оборудовать прицепы «Хобби», зимой в России можно находить красивейшие места не хуже, чем в Северной Европе. В России зимняя сказка буквально вокруг нас. Зимой с прицепом можно и нужно путешествовать. Впрочем, посмотрите сами, как это будет происходить. Итак, план путешествия «Северное сияние». Компания «Дом в дорогу» приглашает владельцев домов на колесах в удивительное новогоднее путешествие по странам Скандинавии. Целью нашего караванинга будет встреча нового 2019 года в столице Северного сияния в заполярном норвежском городе Тромсе. Со своими автодомами и прицепами мы проедем по сказочным зимним дорогам Скандинавии. Побываем в резиденции Санта-Клауса. Посетим Ледовый дворец Снежной Королевы. По дороге нас будут сопровождать дикие олени, зайцы и лоси. Мы покатаемся на единственном в мире пассажирском ледоколе. Окунемся в гидрокостюме в ледяную воду. В кемпингах мы будем купаться в закрытых бассейнах. А в городе Тромсе мы войдем в открытый океан, чтобы посмотреть самых настоящих китов. А вы знаете, что такое арктическая рыбалка? Что значит поймать 15-килограммовую треску в Норвежском море? Но самое главное – это путешествие по арктической зимней сказке с нашими домами на колесах к цели нашего караванинга – встречи Нового года под северным сиянием. Наши прицепы и автодома как будто превратятся в звездолеты, которые будут изучать другие планеты и цивилизации, порой с агрессивной, но поистине величественной, полной драматизма природой. А внутри них будет царить уютная домашняя обстановка. Иногда мы будем останавливаться и жить даже там, где в условиях арктического мороза не будет никакой инфраструктуры. Но зато будет зимняя сказка и уют нашего теплого дома, созданного нами самими с электричеством, горячей водой и любимыми телевизионными передачами. Мы будем свободны в своем выборе места стоянки, вы сможете ночевать и наслаждаться природой там, где вам нравится. Это и есть караванинг – новый, необычный, интересный и захватывающий вид отдыха и путешествий. Наш маршрут проходит по дорогам, которые проходимы круглый год, имеют европейскую классификацию, их хорошо чистят и за ними следят. По пути не будет каких-либо жестких или сложных серпантинов, подъемов и спусков. По этим дорогам круглый год ходят скандинавские фуры длиной до 25 метров, а уж такой автопоезд, как фура, в управлении в разы сложнее, чем тягач плюс караван, а тем более автодом. Кульминацией нашего путешествия станет встреча нового года под северным сиянием. День первый. Сбор в Санкт-Петербурге. Место сбора – флагистон-отель. В этом отеле есть площадка для караванеров и вообще нас там любят и ждут. Перед отправлением в путь, оставив свои караваны на площадке, советуем вам посетить Мариинский театр. Или полюбоваться красотой Зимнего Питера. 24 декабря – начало движения. Планируемый пограничный переход – брусничное. Расстояние – 202 километра. Обратите внимание на снаряжение, необходимое для путешествий зимой. В ваших домах на колесах должны быть установлены и исправно функционировать штатные системы отопления. Системы, позволяющие отапливать прицепы движения. Должна быть горячая вода. Новые прицепы Хобби полностью удовлетворяют этим требованиям. Мы не берем с собой в зимний караванинг экипажи, которые купили свои дома на колесах, не новыми. Так как по опыту у таких прицепов велика вероятность поломки систем отопления. А зачастую эти системы отопления и горячего водоснабжения просто отсутствуют. Мы приветствуем новые прицепы, особенно Хобби, так как они полностью удовлетворяют условиям арктических путешествий, что доказано нашим опытом. У вас должно быть минимум 4 заправленных баллона с газом. Никаких самодельных систем или комнатных масляных обогревателей на старых прицепах быть не должно. Если у вас только дорогие алюминиевые газовые баллоны, советуем вам взять с собой один стальной, так как на обменных газовых станциях в Европе могут быть только стальные баллоны. Кроме того, тягач и прицеп должны быть укомплектованы зимней резиной. Итак, если ваш прицеп или ваш автодом полностью укомплектованы и готовы к арктическому путешествию, тогда поехали! КОНЕЦ После прохождения границы начнется наш увлекательный тур. Мы будем ехать по зимней сказке, имея конкретную цель попасть на Атлантическое побережье, посмотреть северное сияние, увидеть китов, выйти в океан на Раболовецком боте и наловить много рыбы. По пути мы встретим оленей, побываем в Ледяном дворце и будем купаться в зимнем бассейне с горками. Не знаю как вам, но мне все это напоминает сказку «Снежная королева», а наше путешествие очень похоже на путь Герды из этой чудесной сказки. После прохождения границы нам останется проехать 288 километров по зимним дорогам Финляндии. Наша цель в этот день – кемпинг Роха Лахти. Вечером мы прибываем в этот потрясающий финский кемпинг. Рядом с кемпингом есть отель, который принадлежит тому же хозяину. Именно он, этот кемпинг, нам и нужен. Наши прицепы и дома на колесах полностью автономны. Нам не нужно внешнее электричество. Это позволит нам встать не в самом кемпинге, а на площадке этого отеля рядом с зимним бассейном. Следующий день мы посвятим зимним тропикам. Отдых спа-отели с чудесным бассейном. А рядом на площадке отеля будут стоять наши уютные дома на колесах. Водные горки, тропическая влажность, теплый бассейн, хруст снега под ногами, уютный собственный дом, караванерские посиделки, вкусный вечерний шашлык. Вот что ждет нас. Это место очень показательно в плане подготовки домов на колесах к условиям автономного существования. Например, такая мелочь, как электрический бойлер, заставляет вас устанавливать свой прицеп не рядом с бассейном, а в кемпинге, который расположен в 800 метрах от него. У тех, у кого установлен газовый бойлер и автономный электропакет, устанавливают свои прицепы непосредственно рядом с ходом в спа-отель, так как эти дома на колесах не привязаны к электроэнергии. У них свои 220 вольт, свои аккумуляторы и горячая вода получается с помощью газового бойлера. У тех, у кого электрический бойлер, им нужна электроэнергия 220 вольта. А ведь так приятно зимой после тропиков пробежать 50 метров по свежему морозу в легкой одежде и зайти в свой собственный теплый, уютный дом. Это доступно только домам на колесах с автономным питанием и с газовыми бойлерами. Следующий день. Выезд в сторону прекрасного зимнего кемпинга Пирти Коттедж Вилладжа. Нам предстоит проехать 218 километров. В кемпинге можно покататься на лыжах и на санках, и даже на собачьих упряжках. Хочу рассказать о такой наиважнейшей доп. опции, как теплый пол. Ну, разумеется, теплый пол в прицепе. Если вы путешествуете с детьми зимой, то теплый пол вам просто необходим. Как бы хорошо в вашем доме на колесах не работало отопление, пол всегда будет холодным, а эта поверхность всегда соприкасается с вашим телом, ногами. А маленькие дети, к тому же, ползают по нему на четвереньках, иногда попой, даже животом. Чтобы в прицепе было комфортно, в очень сильные морозы у Хобби есть доп. опция «Теплый пол», который работает от электричества 220 вольт. Очень советую вам ее поставить, и тогда вам будет комфортно и спокойно. Следующий день. Выезд в сторону самой настоящей резиденции Деда Мороза. Нам предстоит проехать 304 километра. Мы посетим парк зимних развлечений, сфотографируемся с самим Дедом Морозом, а вечером отметим пересечение Северного Полярного Круга, ведь мы будем стоять именно на нем. Благодаря нашим домам на колесах, мы будем жить практически в самом парке развлечений. Напротив него есть заправка с огромной площадкой для прицепов автодомов с возможностью подключения к электроэнергии. Пару слов о терморезоляции прицепов Хобби. Это видео снято в очень сильный мороз. Температура окружающего воздуха в ночные часы доходила до минус 30 градусов. По законам термодинамики, если помещение, в данном случае помещение дома на колесах, отдает тепло, то его стенки должны быть теплее температуры окружающей среды. То есть на их поверхности не должно лежать снега. Он просто должен растаять. Обратите внимание на крышу прицепа Хобби. Огромная снежная шапка при температуре окружающего воздуха минус 30 и при температуре внутри прицепа плюс 25. Прицепы Хобби идеально подходят к путешествиям в сильнейшие морозы. По традиции считается, что Санта-Клаус родился в Лапландии. Деревня Санта-Клауса считается непосредственным местом жительства Санта-Клауса. А поэтому является одним из наиболее посещаемых туристических мест Финляндии. В этом видео мы будем с вами делиться опытом, приобретенным нами в прошлой поездке. Все интересные моменты мы записывали буквально на ходу, чтобы поделиться ими с вами. Наши записи в буквальном смысле слова уникальны. Ни одна автошкола вам этого не даст. Во время движения зимой необходимо контролировать температуру в прицепе именно на полу. Так как пол является самым холодным местом и по нему проходят трубы с водой. Именно они замерзают в первую очередь. Особенно это касается прицепов системы отопления Алды. Контролировать температуру можно с помощью обычных дистанционных термометров. Санта-Клаус по-русски разговаривает, фотографируете с ним, выходите. И там сувениры, там скафетка. Там дальше 25 километров километров. Налево. То есть там развлекаловка всякая, на оленях кататься можно. А мы сейчас едем в подземный город эльфов. Это 2,5 километра налево. Мы уж проезжали, называется... Как он называется? Санта-Парк. Там эльфы в подземелье. И там тоже... И здесь почти почти... Следующий день. Наша цель – столица северного сияния, норвежский город Тромса. Но за один день мы не успеем проехать 586 километров. Поэтому разделим это расстояние и вечером остановимся в кемпинге Ломания Пеконенку. Там есть очень хорошая площадка с электричеством и водой. А рядом расположен огромный супермаркет для караванеров. Его мы обязательно посетим. Следующий важный совет. При буксировке прицепа в гололед, возможно потеря сцепления прицепа с дорогой. Например, при обгоне прицепа фурой. Признак. Прицеп не на одной оси с тягачом при прямолинейном движении. В этом случае необходимо плавно увеличить скорость на 15-20 километров в час. Итак, в этот день нам необходимо проехать 229 километров. Вечером мы прибываем в кемпинг Ломания Пеконенку. Сейчас будет несколько видеосюжетов без редактирования, чтобы вы сами прочувствовали, что значит приехать вечером в кемпинг с прицепом в хороший сильный мороз. Кемпинг финский Ломания Пеконенку. Вот мы 15 минут назад сюда приехали по пути к столице северного сияния, к городу Тромсе. Мы уже за полярным кругом. Вот ночь, я утром еще поснимаю. Вообще вот этот маленький сюжет это часть большого фильма, который мы делаем. Вот тут есть ресепшн, интернет, электричество, вода. Несмотря на то, что сейчас зима, температура где-то минус 10 градусов. Вот сейчас пока у нас 4 экипажа. Остальные в пути. Скоро они подъедут. Площадка очень ровная. А вообще мне много лет назад, когда я путешествовал по Норвегии, у меня не было каравана. Мне страшно хотелось посмотреть, а что же там внутри этих караванов. Вот, но мне неудобно было постучаться к норвежцам, к немцам. Вот, попросить, чтобы они показали. Но вот сейчас у нас такая возможность есть. Вот здесь хоть и зимняя сказка, но холодно. Под ногами вон скрипит снег. Вот, и мы сейчас войдем внутрь каравана и посмотрим, что же там внутри. Температура сейчас минус 10, минус 11 градусов. Так. Вот мы не стали отцеплять, потому что ровно стоит. И площадка позволяет. Ну вот, давайте. Можно? Ой, ой, как тепло. Вот это натопили, а. Вот это натопили. Так, это Настя. Ой, тут настолько тепло, что аж запотел объектив. Ужас. Вот, какая у нас температура. А вот так у нас такая елочка. А, температура 21 градуса. Да, минус 10 на улице. О, наша елка. Показывает. Вот это наша новогодняя елка. А вот наша Василиса, которая изучает технику. Васюлька, привет. А где твой олененок? Олененок где? Покажи. Ну, где стесняешься, да? А это тоже наш ребенок, Маша. А вот мы готовим себе ужин. Вот. А вот наша мама там в детской комнате готовит детям постель. Ну, вот сейчас я буду настраивать интернет и включать телевизор. О, Женя швартует. Конечно, это не мое тело. На семейный ключет надо планировать. Май. Май. И кушай купить. Согласитесь. Женя, привет. Ой. Ну, как, Жень? Нормально доехали. Маленький, закрывай. Последняя, конечно, дорога была не очень. Стрясло всю дорогу. Уже скорость небольшая была. Килос 40-50. А что трясло? Ну, не знаю. Неровная дорога была. А ты что, отцеплять не будешь? Так он у тебя стоит криво. Ты его отцепи, выровняй. А? Мать же плохо. Он у тебя вот так стоит. А ты его ровно поставь. Тогда нормально. Я бы на твоем месте отцепил, бы да ровно поставил. Что ты долго? Ну, смотри сам. Вот почему, видишь, фаркоп, чуть шарик нужно, чтобы он ровно ехал. У тебя и он ровно на стоянках стоит, отцеплять не нужно. И нагрузка на заднюю ось небольшая. Ты пистолет себе купи, гайка вёрт. Хочешь я тебе дам, попробуй? Да я что, мы же пробовали с тобой уже. Ну, на одну поставь, ничего страшного. Ну, что, как в ледяном двадцать? Да. В ледяном двадцать так. Красно. Красиво-то. Понравилось? Ну, да. Что, серьезно, там в гостинице? Есть. Да, кровать-то. Хох, и не хренаси. Ну, здесь и столько, час уже два. А? Вы здесь уже давно уже. И час где-то можно. Красиво здесь. Утром Асока выезжает. Ой, как проснемся, давай. Нам 350 килетов нужно завтра еще проехать, и все. Фаркоп только отцепи электрику. А то завтра может аккумулятор у тебя сдохнуть. Он потребляет. А, если 220 включить? Все равно отцепи. Да, ладно. Он же пытается зарядить там. Твой аккумулятор. Подожди меня. Илья. Следующий день. Рано утром выезд в сторону Тромса, основной цели нашего путешествия. Нам предстоит проехать 360 километров и вечером прибыть в Тромсо кемпинг. Здесь мы должны увидеть северное сияние, выйти в открытый океан на поиски китов, узнать, что такое арктическая рыбалка и многое-многое другое. Полезные советы. При движении тягача с прицепом по скользкой дороге дистанция до впереди идущего автомобиля должна составлять скорость состава, умноженная на 3. Например, если ваша скорость 70 километров в час, то дистанция должна быть 210 метров. При движении по очень скользкой дороге, которая имеет наклон влево или вправо, тормозить с прицепом нельзя. Есть вероятность того, что прицеп потеряет сцепление с дорогой. Всем, кто эксплуатирует дома на колесах для предотвращения замерзания конденсата, рекомендуется устанавливать фильтры для улавливания влаги. Дорога в Тромсо очень интересная. Поэтому там знак предустоял, предупреждающий. Ну, какая-то будка появилась. Кровки желающих. Посмотрите. Скалолазов по льду. Вот удовольствие, да? Это к северу от полярного круга на берегу фьорда. Шикарно расположен. Аккуратно мы едем. Спускаемся. Красота. Он сейчас транспортный узел. Крупный. Полезные советы. В мороз нельзя применять строительный фен. В силу того, что он очень мощный, при неосторожном обращении можно расплавить пластмассовые поверхности прицепа. Можно применять только бытовой фен. Во время зимнего путешествия с прицепом необходимо иметь запасные крышки баков питьевой воды. Они часто примерзают к баку и в момент открытия могут сломаться удерживающие язычки. Во время зимнего путешествия при наличии 220 вольт всех потребителей от инвертора отключить. Максимально снять нагрузку от аккумулятора. Инвертором начинать пользоваться при максимально заряженном аккумуляторе и в тех местах, где нет 220 вольт. Вечером мы заезжаем в Тромсы кемпинг, где пробудем 3 дня. Очень важный совет. Обратите внимание, ни к одному из домов на колесах не подведена вода. Это естественно. Залить воду в дома на колесах в этом зимнем кемпинге можно только в двух местах. Стоять мы будем несколько дней, поэтому рано или поздно вода в вашем доме на колесах закончится. В этом случае прицепы и автодома необходимо очистить от снега, перевести в походное положение и все это сделать только ради того, чтобы проехать каких-то 100 метров для заправки водой. Дом в дорогу очень рекомендует в тягаче иметь подвозной бак. Гораздо проще на автомобиле проехать 100 метров, залить воду и подъехав к прицепу, сразу перелить ее в баке дома на колесах. Владельцы автодомов могут попросить это сделать коллег, которые приехали в этот кемпинг с прицепами. Это очень важный совет. Воспользовавшись им, в вашем доме на колесах всегда будет вода. Это особый кайф. Ты едешь и не в одной машине, но тоже ты ощущаешь, что рядом есть там 5-10. Это особый вид путешествия. Безусловно, я благодарна всем, хочу выразить восхищение, потому что особенное восхищение, огромные прицепы я их называю, наши гусеницы. Маленькая голова и большой. За этот прекрасный вид отдыха, за этих настоящих путешествий влачают мужчин, их семей, жен, подруг, детей. И вообще, чтобы такие путешествия стали нормой жизни. Спасибо вам всем. С Новым Годом! С Новым Годом! Каравангерский Новый Год! Норвегия! За окном моим, облаком седым, в сумраке бездомном промелькнет. Двери отвори, комнату влетит, Нас с тобой закружит Новый Год. В этой тишине и тебе, и мне Старый Год припомнится пускай. Чтоб, махнув рукой, мы ему с тобой Крикнули последнее «Прощай». Под Новый Год, под Новый Год Гирлянды звезд над целым миром ночь зажжет. Под Новый Год, под Новый Год, Под Новый Год, Час исполнения надежды пробьет. То, что не сбылось, С ветром унеслось, Навсегда осталось за спиной. В окнах вспыхнет свет, Снег засыпет след, Мы с тобой вступаем в год иной. Скоро по волнам, к дальним берегам, Парусник минувшего он мчит. Под Новый Год, под Новый Год Гирлянды звезд над целым миром ночь зажжет. Под Новый Год, под Новый Год Гирлянды звезд над целым миром ночь зажжет. Под Новый Год, под Новый Год, Час исполнения надежды пробьет. Час исполнения надежды пробьет. Миша, так, все, все, Миша, не отчетом пойм. Ого, вот это да, ооо, вот это Миша, не герой. Моя по сравнению с Миша, офигеть. Миша, офигеть. Миша, офигеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот хобби, значит, у них есть как доп. опция, внешняя газовая розетка. Да, можно... И от этих баллонов газовых, штатных. Ну, жалко просто газ расходовать. У этой штуки потребление минимальное. Да, у неё там... Вот такого баллона хватит раз на 20. Да, ну, прям, мне кажется. Сейчас скажу сколько. Двести грамм в час. А обычное отопление 450 грамм, ну да, в 2 раза меньше. Отопление 450 грамм в час? Да. Ну, отопление это жарят сутками, а здесь... А здесь пожарил, да, пожарил. Конечно, 15 минут свободен. Щетки тоже, я всякие перепрыгивал. Лопатка была. Вот это самое удобное. Вот это самое удобное. У меня такая же, это самое удобное. У меня тоже было много всяких. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Через три дня мы начинаем движение обратно в сторону России. Наша цель – самый настоящий ледяной дворец. Наверное, там и жила Снежная королева. По пути мы остановимся на оленей ферме. Места ночлегов на обратном пути будут произвольные. Поэтому здесь нам очень понадобится автономность наших прицепов. Мы не должны быть зависимы от кемпинга. Это позволит нам быстро разбивать удобные места для ночлегов в очень красивых местах. Важно понимать, что при любой возможности надо заправлять прицепы водой и оповещать своих коллег о том, где вы смогли залить питьевую воду. Проблем с водой нет нигде, но важно иметь полные баки в местах ночлега. На обратном пути у многих путешественников заканчивается газ. Допускать полного опорожнения газовых баллонов нельзя. Заправлять газ нужно тогда, когда хотя бы один баллон у вас еще полный. Пополнение запасов газа происходит путем обмена газовых баллонов. Это можно сделать на любой заправке или в большом хозяйственном супермаркете. Пополнение запасов газовых баллонов. Меня зовут Константин. Мы сейчас находимся в Финляндии. Сейчас январь месяц. Мы буксируем по заснеженной, практически по гололеду, прицеп Хобби Престиж 720 КWФУ. За бортом у нас минус 19 градусов. Только что было минус 24, но вот сейчас минус 19. У нас было увлекательно, но не было, а у нас сейчас в данный момент проходит увлекательная караванин. Мы прекрасно встретили Новый Год по северным сияниям. В компании из 8 караванов, 8 экипажей у нас принявало участие в этом мероприятии. Была у нас прекрасная рыба. В общем, все было здорово. Но сейчас я хочу рассказать, как буксировать прицеп в гололед и по скользким дорогам. В общем, путешествовать зимой с прицепом можно и нужно. Это очень интересно и очень увлекательно. Чтобы не было неприятностей, необходимо придерживаться простых правил. Самое главное, это не превышать скорость. Если у вас гололед, вот такой, как сейчас, скорость не должна превышать 60 км в час по прямой дороге. Если дорога идет вверх, то скорость нужно держать 60 км в час. Нельзя делать, чтобы эта скорость падала. То есть терять скорость нельзя. В общем, при движении вверх скорость должна быть постоянно. Но скорость терять нельзя. При движении вниз на скользкой дороге на гололеде. Ну вот приблизительно, как сейчас. Вот в данной ситуации скорость нельзя превышать более чем 40 км в час. Технология движения вверх-вниз по холмам, особенно в Норвегии. Потому что в Норвегии, в Финляндии, там дорога более равнинная. А вот в Норвегии она идет то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Вот. Нужно делать так. То есть на подъеме скорость держать 60, минимум 50. А в самой верхней точке скорость должна упасть до 40. И вниз спускаться на скорости не более 40 км в час. Почему на спуске нельзя превышать скорость? Дело в том, что когда вы спускаетесь вниз, вы удерживаете скорость 40 км в час. Держите ее так, чтобы она не превышала. И вы нажимаете плавно на педаль тормоза. Первым подтормаживает прицеп. Работает как парашют. То есть он подтормаживает и держит весь состав ровно. То есть он как бы выравнивает тягач. Но если вы превысите скорость, допустим, 60-70 и резко затормозите на спуске, то у вас прицеп начнет складываться. Это очень опасно. Значит, чтобы этого не произошло, прицеп, скорость состава на спуске нужно держать не более 40 км в час на гололете. Дальше. Дистанция. Дистанция до впереди идущей машины должна быть не просто большая, а огромная. Если прицеп на спуске потеряет сцепление с дорогой и начнет самопроизвольно складываться, ну, вы нечаянно затормозите, или фура какая-то навстречу проедет, ну, может такое случиться теоретически, то у вас должен быть необходимый запас по скорости, по дистанции до впереди идущей машины для того, чтобы резко газануть, толкнуть весь состав вперед и выровнять прицеп. Слава Богу, у нас в дороге такого не было. То есть, пока не было. То есть, все нормально. Но, чтобы не произошло, не было неприятности, ДТП, чего-то еще, простое правило. Вверх не более 60, вниз не более 40. В самой верхней точке скорость должна быть 40. Так, чтобы спускаясь, вы просто-напросто ее удерживали. 60 вверх, 40 вниз. 60 вверх, 40 вниз. 60 вверх, 40 вниз. Вот такое простое правило. И на гололюде, в принципе, вообще нельзя скорость превышать 60 км в час прицепом. То есть, просто ехать 60 км, все. То есть, это залог безопасного движения по гололеду. О, ой! Что, большое количество? Мам, сильнее, мам, на видео! Ой, осторожно, осторожно, держите Василису. Мам, на фурето! Мам, на фурето! Мам, на фурето! Ух! Мам, на фурето! Мам, на фурето! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Заправка водой в Финляндии Вода существует вот в таких утепленных шкафах Вот что на конце крана Вода здесь есть, но как вы будете заправлять? Вон прицеп, а вот шланг Значит, соответственно, берем набор переходников В наборе переходников находим соответствующий коннектор В данном случае он универсальный, без резьбы Одеваем, закручиваем Ну, для надежности проверим, а есть ли действительно вода Вода есть Все Теперь идем за шлангом Шланг обязательно должен храниться в теплом месте, в прицепе А для начала мы проверяем Сможем ли мы здесь открыть кран? Ну, вот открыть кран мы пока сможем Вот кран, этот шланг, который пронялся только на катушке Одеваем один конец сюда Открываем И вот так вставляю Вот вода пошла Проверим Вот, идет Продолжение следует...